Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждение греческого языка Нового Завета. Наш очередной урок посвящен инфинитивам в греческом языке. Он соответствует 32 главе учебники Мауза. Инфинитив, иногда называемый неопределенной формой глагола, встречается не только в греческом языке, но и в русском языке. И обычно эту форму мы с вами узнаем по вопросам, на которые она отвечает, а именно, что делать, что сделать. Инфинитивы это, например, писать-написать, строить-построить, красить-покрасить, ломать-сломать и так далее. По своему смыслу инфинитивы являются неким отглагольным именем действия. Форма называется неопределенной по той причине, что она не имеет ни времени, ни числа, ни лица, ни рода. Если обычные глаголы имеют такие характеристики, но рода ухада имеется в русском языке только в прошедшем времени, то инфинитив всех этих характеристик лишен. Он просто называет действия, не указывая, кто именно это действие совершает. В глаголе, в личном глаголе предполагается, что, например, я делаю, ты делаешь, он делает. Инфинитив просто делать и все, то есть именует действия. И в этом отношении инфинитив считает в себе некие признаки именных частей речи и некие признаки глагольных частей речи, и поэтому достаточно широко употребляется. Правда, сразу нужно отметить, что хотя инфинитив обладает некоторыми признаками именных частей речи, но он никоим образом не меняется ни по родам, ни по числам, ни по падежам, то есть инфинитив – неисполняемая часть речи. А в русском языке инфинитив может быть подлежащим предложением. Я, например, могу сказать «курить вредно». «Курить» – подлежащее предложение, там, вредно-сказуемое. Или даже инфинитив может быть в сказуемом «курить, здоровье вредить». Здесь у нас и в подлежащем, и в сказуемом предложении есть инфинитив. Инфинитив может быть дополнением глагола. «Я прошу написать письмо». Я прошу что? Написать письмо. Также инфинитив достаточно часто имеет обстоятельственное значение. Например, я сел учить уроки. Учить является обстоятельством по отношению к силам. Я сел с целью учить уроки. Поэтому подлежащее, дополнение, какие-то другие именные роли в предложении, а также обстоятельственные роли в предложении, инфинитивы играют довольно часто. Еще одна типичная конструкция с использованием инфинитива – это так называемое составное глагольное сказуемое. Я начал говорить, а вот это вот начал говорить, это вот вся эта конструкция из глагол начинать и глагол говорить вместе составляют сказуемое. И инфинитив достаточно часто употребляется в таких конструкциях. Многие глаголы начинают, заканчивают, стремятся, пытаться и так далее, требуют после себя инфинитива для того, чтобы некое полное значение было выражено. Так что, как видите, инфинитив в русском языке широко распространен. Еще более широко инфинитив распространен в греческом языке. Греческий инфинитив также является неопределенной формой глагола, то есть не имеет там рода, числа, лица и так далее. Инфинитив также не склоняется к греческому языке, но греческий инфинитив может употребляться с артиклем. И артикль, который ставится при инфинитиве, это всегда артикль единственного числа среднего рода. Правда, падеж этого артикля может меняться в зависимости от того, какую роль инфинитив играет в предложении. Когда инфинитив играет роль подлежащего, падеж будет именительным. Когда инфинитив, например, стоит после предлога, в греческом это достаточно типичная ситуация, падеж артикля будет таким, который требует предлог и так далее. Так что часто при инфинитивах бывают артикли разного падежа, в разных падежах, но всегда среднего рода единственного числа. Форма самого инфинитива при этом никоим образом не изменяется. Ну и, собственно, обсуждение инфинитивов. Мы как раз начнем с того, что посмотрим, как выглядит форма греческого инфинитива, а потом уже поговорим об его употреблениях, и похожих, и не похожих на употребление русских инфинитивов. Собственно, список всех форм вы можете увидеть в учебнике в параграфах 32.4 и 32.5. В 32.4 приведены морфемы, с помощью которых образуется инфинитив, и в 32.5 приведена парадигма инфинитива. Как видите, греческий инфинитив изменяется по временам, а также по залогу. Но очень будьте внимательны, когда мы говорим инфинитив изменяется по временам, здесь важно вспомнить, что то, что в греческой грамматике называются временами, это не времена в хронологическом смысле этого слова. Временами называют некоторые видовременные комбинации в целом, но когда речь заходит об инфинитивах, то времена вообще не выражают никакое хронологическое время, времена выражают только вид действия. Это очень похоже на русский язык, потому что у нас в русском языке инфинитивы тоже бывают разных видов, делал-сделал. Совершенный вид, несовершенный вид может быть у русского инфинитива, так и у греческого инфинитива может быть продолженный вид, это выражается с помощью формы инфинитива настоящего времени, а может быть неопределенный вид, то есть просто сообщается о действии без указания на то, каков характер был протекания этого действия, и может быть завершенный вид, это перфект. Ну, неопределенный вид, да, это аурист. То есть продолженность выражается формой настоящего времени, факт действия, неопределенный вид выражается с помощью ауриста, И завершенность, результативность выражается с помощью перфекта. И чуть-чуть отличается это, конечно, от русской системы. У нас два вида, у них три вида. И у нас нет точного эквивалента для аориста. Поэтому обычно мы переводим инфинитивы настоящего времени несовершенным видом, инфинитивы перфекта совершенным видом, а инфинитивы аориста, и можем мы совершенным и несовершенным видом переводить, в зависимости от контекста. Ну, чисто статистический совершенный вид встречается чаще. Итак, как выглядят различные временные, в смысле, времовидовые формы инфинитивов, и как выглядят различные залоги инфинитива, посмотрите в этих табличках. Давайте мы так приближимся по ней. Итак, действительный залог настоящего времени имеет окончание ain, которое добавляется прямо к основе. Lu-Ain. Средний страдательный залог. Опять в настоящем времени, как всегда, формы совпадают. То есть нет отдельно формы среднего залога или страдательного залога. Есть одна форма, которая отвечает за широкий спектр ситуаций, когда тот, кто подвергается действию, как-то этим действием затронут от соучастия интереса до того, что подвержен действию. Ну, кстати, по поводу залогов, русские инфинитивы, тоже можно поставить страдательный залог. Строить, быть строимым. Да, у нас не очень развит страдательный залог в русском языке. Он реже встречается, чем в греческом, и поэтому многие формы звучат не очень естественно. И, наверное, не так много контекстов можно придумать, где это было бы нужно. И поэтому вот форма быть строимым звучит не очень естественно. И к тому же у нас нет отдельной формы для этого. И мы используем глагол быть, и к нему еще добавляем причастие. Но, по сути, вот какую-то страдательную идею мы все-таки выразить в русском языке можем. В греческом для среднего страдательного залога есть специальные формы с окончанием «эстай». В аористе действительность залог имеет окончание «сай», видите, «лу-сай». Никакого приращения нет. Приращение – это некий признак прошедшего времени, он есть только в изъявительном уклонении. Он указывает, что что-то там удалено, сдвинуто в прошлом, но за пределами изъявительного наклонения, помните, в причастиях не было приращения, в сослагательном наклонении не было приращения, и в инфинитиве тоже нет никакого приращения. То есть аористная основа плюс «сай». Ну, сигма-сай очень типична для аориста, вы по этому признаку легко узнаете аорист, а все в целом «сай» указывает на то, что мы имеем дело с инфинитивом. Есть несколько глаголов, которые в действительном залоге аориста имеют окончание не «сай», а «най». Ну, например, глагол «геноско», вы знаете, он такой проблемный глагол с корнем «гно», у него форма инфинитива «гно-най». Мы потом окончание «най» с вами увидим, ну, или, по крайней мере, элементы этого окончания в страдательном залоге аориста, в перфекте. Но вот на всякий случай, знаете, вы с этой формой можете столкнуться, что еще и окончание «най» может быть в аористе действительного залога. Немного глаголов таких, но все-таки такие глаголы в греческом языке есть. Что касается аориста среднего залога, здесь средний и страдательный залог отличаются, то «лу» — основа «са», типичная для аориста образающая времени, и «стай». Такая же стай, как мы видели. И что касается страдательного залога, то «лу» — основа аориста, «т» — типичный суффикс страдательного залога аориста, который нам уже очень хорошо знаком, и «най». Мы уже об этой «най» говорили, иногда она и в действительном залоге встречается, но, конечно же, без суффикса «т» — просто «най». А в страдательном залоге «лу» — «т» — «най». Второй, если аорист, вы помните, что первый и второй аористы отличаются чем? В первом аористе основа часто похожа или даже совпадает с основой настоящего времени, и то, что это аорист, мы понимаем по суффиксу «с», «са». А во втором аористе основа всегда очень сильно отличается от настоящего времени, никакие дополнительные суффиксы уже не нужны. Например, у глагола «ламбана» в аористе основа «лаб». Вот он вам приведен в качестве примера. Ну, вы понимаете, «ламбан» и «лаб» достаточно сильно отличаются друг от друга, поэтому отличие, мы понимаем, это не настоящее время, это аорист. Так вот, во втором аористе, где есть такое сильное отличие в основе, в суффиксы используются, похожие на суффиксы для настоящего времени, «эйн» в действительном залоге, «лабэйн», «эстай» в среднем залоге, «лабэстай», и суффикс, такой же, как и в страдательном залоге первого аориста, только без «т», «графэнай». Почему-то, да, ну да, глагол «ламбану» не встречается в страдательном залоге второго аориста. И что касается перфекта, то перфектия – основа с удвоением. Если приращение отсутствует, видите, аорист, он без приращения, приращение – это бы был знак прошлого, то удвоение – это не знак прошлого. Удвоение – это знак, там, завершенности, результативности. И завершенность, результативность этой идеи в перфекте по-прежнему присутствует, поэтому основа с удвоением «лэлу», «те», типичнейший для перфекта суффикс, ну, это кому вы уже должны помнить, «най», уже знакомое окончание. В среднем залоге и страдательном залоге формы совпадают, и опять-таки знакомый суффикс, добавляемый прямо к основе с удвоением, «лэлу», «стай». Посмотрите на все эти парадигмы, и вы увидите, что залучивать, на самом деле, нужно совсем немного. Запомнить суффикс «эйн», запомнить суффикс «стай», запомнить суффикс «най», ну, и, может быть, обратить внимание, как вот это вот работает в разных временах, то есть что там в перфекте, что там в первом, втором аористе, что в настоящем времени, но «эйн», «стай» и «най» — это все, из чего складываются формы инфинитива. В русском, кстати, тоже у инфинитивов не так уж и много суффиксов, «те», «те» и почти что и все. Так что формы инфинитива, я надеюсь, вы заучите очень быстро и очень легко, но все-таки вот эти таблички внимательно посмотрите, убедитесь, что вы будете в состоянии распознавать инфинитив. Ну, и теперь пару слов про какие-то сложные формы, про какие-то исключения из правил. Во-первых, исключением неким является форма инфинитива глагола «эйми». Она выглядит «эйнай». Ну, мы с вами уже говорили, что суффикс «най» может встречаться в орести действительного залога, но вот однажды он встречается и в настоящем времени действительного залога «эйнай» — это форма настоящего времени от глагола «эйми», но при этом содержит этот суффикс «най». Ну, суффикс уже знакомый, поэтому форму не так сложно узнать. Каких-то других форм, помимо формы «эйнай» инфинитивных, у глагола «эйми» нет. А вторая сложность связана со слитными глаголами, точнее, альфа-слитными и омикро-слитными глаголами. У альфа-слитных глаголов при добавлении суффикса «эйн» происходит слияние, но и результат слияния, может быть, не совсем такой, какой мы бы ожидали. Если следовать обычным привычным правилам слияния, то если к альфе добавить «эйн», то альфа съест «эпсион», «йота» подпишется, и мы бы ожидали что-нибудь типа окончания «ан» с подписной «йотой». На самом деле никакой подписной «йоты» нет. Это связано с тем, что исторически суффиксом был не суффикс «эйн», а суффикс «ээн». Там было две эпсилона, и вот эти две эпсилона по очереди сливаются с альфой, и поэтому у альфа-слитных глаголов в инфинитиве окончание «ан». Поэтому, например, какой-нибудь глагол «никан», «агапан» — это формы инфинитива от глаголов «никал», «агапал». У омикрон-слитных глаголов, когда вот это с омикрон сливается «ээ», эпсилон сливается с омикрон, а и дает дефтон «у». И по этой причине у глаголов «пле-роу», например, форма инфинитива «пле-рун». Вот эти две формы нужно запомнить. Нужно запомнить, что у альфа-слитных глаголов окончание «ан», у омикрон-слитных глаголов окончание «ун». Иначе вы просто не поймете, что это такое, потому что вот это привычное «эйн» вы не увидите. Ну, понятно, что проблема только с действительным залогом настоящего времени, а во всех остальных случаях, несмотря на какие-то там слияния или преобразования в слитные глаголы окончания типа «стай», «тенай» и так далее, все остальное, будут хорошо видны. Вот, собственно, все, что нужно знать о формах. «эйн» окончание, «стай» окончание, «сай» окончание, «най» окончание, «эйнай» – форма инфинитива, это «ми», и окончание «ан» и «он» для альфа-слитных глаголов. Как только вы это все запомните, у вас будет достаточно информации для того, чтобы распознавать формы инфинитивов.